Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Но я в вас верю, ребята, так что не стесняйтесь, пишите комментарии, поддерживайте лайком. Ну а если новенькие, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. Мы, ребята, сегодня постараемся сыграть в 1-8 Лиге Чемпионов, куда мы с вами смогли пробиться. Ну и что касается трансферного рынка, то, как мы видим, Лука Йович перешел в Тоттенхэм из Мадридского Реала. Ну а что касается нашей команды, то Артем Дзюба, ребята, отправился в Арсенал. Вот так вот. Арсенал посчитал, что Дзюба мастер голевых передач. У него было 10 голевых передач за полсезона и они решили его приобрести. В общем, будем смотреть, что будет дальше. Также многие спрашивают, когда мы перейдем в какой-то новый клуб. Но я, ребята, говорил, что я на половине пути не собираюсь куда-то убегать. И если в первом сезоне мы и так пришли где-то на середине, мы не показали особо ничего такого, чтобы помочь нашей команде выиграть чемпионат или еще какой-то трофей. Поэтому мы, ребята, постараемся в этом сезоне добиться хотя бы первого места, удержать его. Сейчас мы лидируем и, собственно, постараемся пройти как можно дальше в Лиге Чемпионов. Потому как бегать по полсезона по разным командам, как это делают другие ребята на Ютубе. Но, честно, я не вижу в этом интереса, меняя вот эти вот клубы как перчатки, поиграв там полсезона, тут полсезона. А в чем интерес? Просто показывает различные команды, не добиваясь ничего. Ну, если это вам интересно, ребята, то, я думаю, вы найдете кого посмотреть. Ну, а мы, ребята, продолжаем. У нас игра против Мэтца. Они идут на десятой строчке. И давайте эту игру мы просимулируем. Посмотрим, как она завершится. Кадавери у нас теперь новый нападающий. И победа 2-1. И здесь Лукас Пакета забивает гол. И Джеймс Дэвис. Ну, а вот теперь нам пишут, что и Барселона заинтересовалась Лукасом Пакетой. И, возможно, он тоже, ребята, нас покинет. Карвахаль присоединился к ПСЖ. У нас сейчас кубковая встреча. И мы встречаемся, ребята, с Брестом. Так что на этот матч мы отправляемся вот в таком вот стартовом составе. И, ребята, поехали. Как-то нашу команду решили подразобрать. Но, видимо, многие клубы заинтересованы в футболистах нашей команды. Сейчас показывали Пирейру. И что им тоже интересуется Арсенал. Лукас Пакета может перейти в Барселону. Ну, и, я думаю, летом команду покинет уже и Джеймс Дэвис. Ну, частенько такие клубы, как Леон, ребята, развиваются именно за счет продажи своих футболистов. Ну, и, возможно, как раз Джеймс Дэвис сможет показать себя уже в какой-то другой команде. Но пока мы бьемся в чемпионате и бьемся в Лиге чемпионов. Так что будем помогать Леону. Так как являемся футболистом именно этой команды. Первая опасная атака Бреста. Они уже заскочили в нашу штрафную. Прострел на дальнюю штангу. Но здесь никто не поспел. Еще одна атака Бреста. Удар поворотом. И Лопеш спасает. Пятнадцатая минута. И хозяева, ребята, все ближе к забитому голу. Передача пяткой. Еще один удар. И вот так вот, ребята, Брест выходит вперед от перекладины. Мяч залетает в ворота. Но здесь непонятно, почему наши защитники никак не реагировали на мяч. Не пытались его выбить, а просто смотрели, как футболисты Бреста разыгрывают эту комбинацию. Ну и, конечно, попасть еще нужно было так суметь. Де Кастильо забивает свой первый гол в первом матче. Розыгрыш на коротке. Выходит Лопеш. Спасает в очередной раз. И пока, ребята, у нас никак не получается выйти из обороны в атаку. Джеймс Дэвис. Здорово. Вот сейчас мы прокидываем мяч и устремляемся к воротам соперника. Дэвис. Надо забивать. Удар поворотом есть. Один-один. Ну вот кто, как не Джеймс Дэвис, ребята, должен помогать команде. Двадцать восьмая минута. И у нас один-один. Ну и партнер, конечно, здорово прокинул вперед. И нам повезло, что мы успели перед соперником прокинуть мяч себе вперед. И здесь просто уже неслись вперед, как скорый поезд. Ну и нужно было только забить. Один-один. Джеймс Дэвис. Еще одна классная передача. Удар поворотом. Два-один. Но никто не радуется. Это что, офсайт? Видимо, да. Классно. Увидели партнера справа. У нас тридцать девятая минута. Джеймс Дэвис может попросить ответный пас. Передача прошла. А вот здесь я не успел сделать передачу в центр. К сожалению, зацепил на за ногу соперник. И в итоге, ребята, эта атака закончилась ничем. И теперь Брест несется в контр-выпад. Лопеш, выходи! И здесь просто везет, что соперник не попал в створ. Передача на Джеймса Дэвиса. Прокидывай мяч себе дальше. Здорово, Дэвис! И здесь пытался я прокинуть между двух. Но все-таки успели накрыть. Одну минуту давал главный арбитр. Она истекла и перерыв. У нас начинают за вторые 45 минут. Мы, как лидер команды, смогли сравнять счет. Но стоит отметить, Брест выглядит очень здорово. Еще один удар по воротам. Каркас спасает. Ну а теперь нужно бежать уже нам в контр-выпад. Да, ребята, где-то просто везет. Джеймс Дэвис. И снова пытаемся оторваться от обороны. Дэвис! Прокинули себе мяч. Удар в дальний рикошет. Ну что ж такое-то? Вроде Дзюбова в атаке нету, а наш второй нападающий постоянно играет так, будто хочет, чтобы наша команда не забила. У нас полчаса до конца основного времени. Шакири появился на поле. Но вперед пока идет соперник. Еще одна подача. И снова отбились. И это, ребята, штрафной. Опасней же штрафной прямо на ленточке. Разбег. Удар. Джеймс Дэвис. Молодцом. На ближней штанге помог. Джеймс Дэвис. Лукас Пакета. Хорошая передача налево. Джеймс Дэвис. Нет, здесь до него мяч не добрался. Но Лукас Пакета продолжает атаку. Дэвис бьет и забивает, ребята. Пакета. 2-1. Вот это борьба, ребята. Сегодня первый матч. Очень жаркий. Могли уже и мы пропустить. Но в итоге посмотрите, какой выстрел получился у Джеймса Дэвиса. Ковырнул буквально не глядя он этот мяч в угол. Это дубль. Дубль Джеймса Дэвиса. Ну и там вратарь еще, кстати говоря, немножко дотянулся до мяча. Но он отбить его как следует не сумел. 2-1. Дальний выстрел поворотом. Но молодец. Лопишь. Снова Джеймс Дэвис. Здорово. Прокидывает Дэвис себе мяч. Передача в центр. Под удар. Удар поворотом есть. Еще один. Но здесь справляется голкипер. И у нас, ребята, последние минуты. Но на этом, ребята, матч закончен. Тяжелая боевая победа. 2-1. Дубль Джеймса Дэвиса в очередной раз помогает команде. Но если мы взглянем на моменты, то, в принципе, Бреста был еще и поопаснее. И ожидаемых голов у них было в два раза больше. Все-таки, ребят, Перейра от нас ушел. Как я понимаю, он ушел так же, как и Дзюба в Арсенал. А пришел к нам Хасан. Я надеюсь, что это не Дед Хасан. Но, тем не менее, на еще одну позицию футболист был приобретен. Ну и Рафиня присоединился к нам. Сейчас смотрим. У нас игра против Нанта. Ее мы тоже симулируем, так как они в самом низу турнирной таблицы. И смотрим, как завершилась эта игра. 1-0. Победа. Единственный гол на счету Кадавери. Ахмед Хасан, ребята, это нападающий с рейтингом 73. Ему 23 года из Египта. Ну а сейчас нас с вами ждет игра против ПСЖ в кубке. Это 1-8. И вот так вот выглядят стартовые составы. Месси, Неймар и Мбаппе против Джеймса Дэвиса и Леона. Ну что ж, поехали. Сейчас можно сказать, мы одна из главных звезд Леона. И нужно тащить команду. Вне зависимости от того, кто выходит вместе с нами на футбольное поле, мы должны, ребята, помогать клубу завоевывать высокие места и трофеи. Ну и мы выбираем снова рейтинг матча. И давайте начинать. Мы играем дома, играем против ПСЖ. 1-8 кубка Франции. И поехали. Мбаппе сейчас разгоняет атаку через правый фланг. У нас 10-ая минута. Передача на Хакими. Здесь уже и Джеймс Дэвис пришел помочь. И он блокирует проход Хакими. Отлично. У нас 16 минут позади. Пока, ребята, 0-0. Лукас Пакета. Передача на Джеймса Дэвиса. И здесь не успел я протолкнуть мяч ни партнеру, ни себе. И тут же попытка контратаки в исполнении ПСЖ. Ну вот чуть передерживают наш партнер и мяч. В итоге ПСЖ довольно быстро выходит из обороны в атаку. Неймар. Передача на Месси. Открытый фланг. Опасно. Лыгай. С удар поворотом. И спасает Лопеш. Мне кажется, он не сразу принял решение бить. Да, мы видим, он сделал небольшой шаг вперед. И за счет этого наш галкипер смог потащить. Здорово. Джеймс Дэвис ушел от самого Месси. И набираем скорость по флангу. Бежать, 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 бежать. Передача. Здорово. Джеймс Дэвис удар поворотом. Потащил Донарума. Ну вот и наш ответ ПСЖ. С правой ноги был Джеймс Дэвис. Но классно. Засейвил Донарума. 31-я минута. Еще одна подача. Галкипер играет кулаками. Ну а вот теперь Мбаппе понесся к нашим воротам. Опасно. Мбаппе. Удар. И мяч в сетке. Вот так вот. Не забиваешь ты. Забивают тебе. Мбаппе выводит ПСЖ вперед. Ну здесь Мбаппе здорово оторвался. И прицельно бахнул в дальний угол. 1-0. Здорово. Дэвис. Новую атаку проводим. Хорошая передача. Но была офсайт. Ну вот где-то наши парни торопятся. А где-то наоборот не успевают. Это Месси. Надо встречать. Закончилось добавленное время. Хакими прострел на Мбаппе. Передача дальше. А вот это конечно было опасно. Но тоже положение вне игры. На этом первый тайм завершен. У нас начался второй тайм. ПСЖ снова начинает его с атаки. Но здесь снова положение вне игры. На сей раз Мбаппе залез в офсайт. Длинный пас в центр. Снова непонятно кому. И снова ПСЖ идет вперед. А вот сейчас можно сыграть направо. Есть свободная зона. Здорово. Ну снова. Ну что так долго? Я не понимаю. Как будто с уходом Дзюба у нас ухудшилось взаимопонимание между всеми остальными футболистами. Джеймс Дэвис. Ну вот теперь нужно разгонять атаку. Дэвис. Давайте прокинем мяч и побежим вперед. Дэвис. Освободили зону для Дэвиса. Удар поворота. Мы попадаем в соперника. Но это игра рукой. Это пенальти. На 67-й минуте. Маркиниес. Отражает выстрел рукой. Но здесь никаких вопросов. Разбег. Удар. Еще один момент. Еще один удар. И перекладина. Еще одна атака ПСЖ. Снова через правый фланг. Хакими Дзимарье. Мяч прокинул. Джеймс Дэвис. В чистом подкате. Здорово. Дэвис. Ну а здесь тяжело убежать. Ну же забить. Ребята. 1-1. Лукас Пакета. По-моему все отвлеклись на то, что Джеймс Дэвис не смог подняться. В итоге наши партнеры разыграли хорошую комбинацию. И Лукас Пакета расстрелял уже пустые ворота Донорумы. 1-1. Вот здесь мы столкнулись с Маркиниесом. Возможно это и помогло нашей команде. Выбили одного из главных действующих лиц обороны. Ну и здесь Лукас Пакета не подвел. За 5 минут до конца, ребята, мы сравниваем счет. Хорошо. Смогли разобраться и по флангу. Понеслись в атаку. Здорово. У нас буквально последние считанные секунды этой встречи нужно подавать. Не получилось. Не получилось довести здесь дело до удара. И сейчас посмотрим, что нас ждет в дополнительное время или серия 11-метровых. Два дополнительных тайма по 15 минут, ребята. Замены в обеих командах. У нас выходит Шакири. Джеймс Дэвис. Ну же, Дэвис, удар. И снова Донорума. Да, с правой ноги сегодня его не прошить. А вот это, ребята, опасно. Райс понесся вперед. Передача нам Бапе. Пас-пяточка. И успеть. Хорошо. Всего лишь 15 минут осталось в этой встрече. Маркиньес покидает поле и выходит Серхио Рамос. Джеймс Дэвис. А вот сейчас неплохо. Хакими его не догонит. У Хакими нету сил. Джеймс Дэвис. Надо простреливать. Прострел. А там никого. Но атака продолжается. Еще один проход. Ну же. Нет, здесь смогли спокойненько скинуть Доноруми. Ну серьезно. У Хакими сил нету. Ему так просто мяч подарили. Передача в центр. Мбапе. Нет, это Неймар. Вот сейчас Мбапе, ребята, опасно. И все. Ну и здесь защита снова в очередной раз привозит момент. И за две минуты до конца мы пропускаем гол. Дубль Мбапе. Который помогает ПСЖ, по всей видимости, в этой одной восьмой выиграть. И вот здесь передача не прошла. И как раз таки Серхио Рамос, свеженький, вышел и ее прервал. Одну минуту добавил главный арбитр. Она, ребята, уже истекла. И все. Мы вылетаем из Кубка Франции. К сожалению, у нас не получается обыграть ПСЖ. Ну, тем интереснее и больше сил у нас останется на Лигу Чемпионов и на концовку Чемпионата. Ну и как мы видим, в одной восьмой действительно были настоящие зарубы. В двух матчах все решилось по пенальти. И три матча еще не были сыграны. Продолжаются, ребята, игры Чемпионата с командами из нижней части турнирной таблицы. Перейти к окончанию матча. Да, да, ребята, мы симулируем. Смотрим, как завершилась игра. Победа 2-0. И Джеймс Дэвис не забивает. Ну, а сейчас нас с вами ждет первая игра одной восьмой Лиги Чемпионов против Бетиса. Мы едем в гости. И вот так вот выглядят стартовые составы. Давайте, ребята, отправляться на игру. Это Лига Чемпионов. Это одна восьмая. Бетис принимает нас у себя дома. Уже нет Артема Дзюбы. И Джеймсу Дэвиса приходится искать взаимопонимание с другими футболистами в атаке. Да, иногда мы разыгрываем с Лукасом Пакетой. Но вот дальше у нас как-то взаимопонимание, главное, с центральным нападающим, то с одним, то с другим, не получается. Сегодня у нас довольно боевые матчи. Сначала в 1-16, потом в 1-8 кубка. К сожалению, в 1-8 мы пройти, по сожалению, смогли. Но сейчас у нас двухматчевое противостояние с Бетисом. Уже в 1-8 Лиге Чемпионов, где нужно пытаться забивать. Нужно пытаться выигрывать. И, ребята, пытаться проходить в четверть финал. Звучит гимн Лиги Чемпионов. Команды уже готовы. И давайте начинать. С центра поля. Эту встречу начинают футболисты нашей команды. Поехали. Удар поворота. Накрыли. Ну а здесь нужно встречать. Хорошо. И тут же попытка. Быстрые контратаки. Джеймс Дэвис. Передача налево. Дэвис. Пас дальше. Здорово. Ну и ответную, ответную передачу. Дэвис. Кати на дальнюю. А там никто не успел. Да, вот это момент. Бетис в атаке. Муриэль. Удар поворотом. Снова накрыли. Еще один выстрел Муриэля. И снова спасает Лопеш. Да, ребята. Бетис заряженный сегодня на победу. Разыгрывает сейчас на угловом. Здорово. И по флангу. Отлично. Джеймс Дэвис. Надо бежать. Но не получилось выцарапать мяч в ногах соперника. И в итоге снова хозяева идут вперед. Муриэль. Прострел. Джеймс Дэвис. И мяч попадает в руку Дэвису. Вот это да. Хотели помочь. А в итоге зарабатываем 11-метровый для Бетиса. Не повезло. Муриэль. У мяча. Разбег. Удар. Ну и он нас прощает, ребята. Какой пенальти? Такой удар. Он хотел дать аккуратную панинку. Но в итоге Лопеш смог потащить. Ну а потом мне кто-то скажет, что специально искусственный интеллект не забивает пенальти. И еще один момент. Дэвис набирает скорость. Надо стелить в дальний удар Дэвиса. Вынимай. 1-0. Джеймс Дэвис. За 5 минут до конца забивает в контратаке. Ну вот, ребята, удача нам улыбнулась. Мы привезли пенальти, но соперник его не забил. А здесь в контратаке Дэвис аккуратно прошил в дальний. 1-0. ПСЖ пока выигрывает на выезде у Севильи. 1-0. Вот так вот недавно мы встречались с ними в Кубке Франции. А теперь они играют, как и мы, в одной восьмой Лиге Чемпионов. И тоже выигрывают. Здорово. Классный выход. И тут же надо бежать. Джеймс Дэвис. Открывается в центре. Нужно передача. Дэвис. Выход 1-1. Надо забить. Дэвис. Штанга. Добей. И Дэвис не успел к мячу. Опасная передача. Удар. Вот и нас простили, ребята. Что за матч? Родригес бьет мимо ворот. Свалился у него мяч и ушел за пределы поля. Ну и как раз его меняют. Здорово. Еще один выход Джеймса Дэвиса через центр. Ну же, Дэвис. Удар по воротам и тоже мимо. Бетель снова в атаке. Опасный выход. Удар по воротам. 1-1. Все-таки, ребята, у них получилось забить. Но они очень много сегодня били по нашим воротам. И в итоге ничья. Наиграть еще порядка 25 минут. Классная атака. Здорово. Можно подавать на дальнюю. Получится подача. Подача получилась. А вот Джеймс Дэвис пролетел мимо мяча. Дальний удар по воротам. По-моему, Фикир решил приложиться. Еще одна атака Бетельса. Здесь смогли разобраться наши защитники. И тут же пытаемся выйти быстро в контратаку. Джеймс Дэвис. Передача в центр. Здорово. Икати дальше. Ну же, Лукас Пакета. Мяч в воротах. 2-1. Лукас Пакета забивает гол. Вот это, ребята, перестрелка. Ну, здесь здорово. Разыграли. И наша передача в центр получилась отличной. Да и выстрел Лукаса Пакета вышел на заглядение. 2-1. Ой-ой-ой. Грубо. Въезжают в ногу Джеймсу Дэвису. Ни арбитр даже желтую не показал. Серьезно. Передача на Джеймса Дэвиса. Не получился пас в центр. Но мы продолжаем атаку. А здесь уже Дэвису не смогли сделать передачу. И, видимо, на этом, ребята, все. Матч закончен. Тяжелая боевая победа. 2-1 на выезде. Но нас еще ждет ответная игра. Я надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком, ребята. Если вы хотите увидеть марафон, покажите, что вы его ждете. Больше полутора тысяч лайков набираем. И из серии будут выходить регулярнее. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok